привет друзья сегодняшнее видео хочу посвятить пригламуренным красавицам за которыми так упорно пытаются охотиться молодые люди это очень будет полезно для молодых людей неопытных потому что мужчины за 40 лет которые много чего в своей жизни повидали они про таких девочек знают все и бабушки у подъездов вот ну все молодые люди знают когда мимо идет девушка вся такая вроде бы ты ее знаешь вроде бы она из соседнего дома она не работает по выезду и не принимает клиентов у себя дома до мужчин за деньги но бабушки смотрят ей след как она идет на тонких шпильках с тонкой сигареткой с айфоном с такими большими подведенными загадочными глазами с таким томным взглядом в сторонку опущенным и говорят я проститутка пошла и ну молодые люди думают ну бабушки это бабушки лишь бы назвать кого-то наркоманом или проституткой да это же не правда но как я уже говорил в другом видео которое называется откуда взялись правила приличия вот вам ссылочка можете посмотреть кому интересно как я говорил там народ на уровне коллективного бессознательного понимает какие-то важные вещи и передает их друг другу но объяснить словами зачастую люди не могут и вот эти бабушки они смотрят в самую суть и суть это заключается в том что вот эти все девушки пригламуренные естественно у них не в почете работать на заводе они максимум могут работать в турагентстве или в салоне красоты ну либо администратором в клубе в очень крутом все они ищут халявы они ищут легкой жизни и всю свою сознательную жизнь они промышляют поиском папиков вот папиков мужиков которые гораздо постарше и уже такие состоявшиеся бизнесмены с большой кучей лишних денег которые могут их задаривать подарками возить куда-то на курорты и вы этих девочек всегда сможете найти на всяких сайтах вот поиска попутчиков где написано вот поеду отдыхать с кем-нибудь да с нормальным типа мужчиной поеду там на сейшелы на канары на карибы на мальдивы поеду заплатите за меня а с меня ну как бы приятная компания и когда задумываешься об этом глубже сильнее то понимаете молодые люди которые посмотрят это вот эти все девушки которые почему этот вопрос поднимаю надо отвлечься дело в том что в каком-нибудь дорогом клубе однажды такая девушка на вас посмотрит на кого-нибудь из вас вы подумаете о боже вот это да не может быть она на меня посмотрела дело в том что девушка которая промышляет всякими папиками ей ну они же не нравятся ей как мужчины иногда хочется ну просто ну для себя как бы там для ну почувствовать там телом прикоснуться к чему-то молодому к чему-то там такому то есть она может клюнуть на какого-то рельефистого такого молодого паренька чисто вымытого там на дорогой папиной машине там с телом стриптизера там с татушечками какими-то с клубной стрижечкой какой-то он не навязчивый он там бла-бла-бла он ее там поугощал она может там с ним переспать у парня просто свинтит крышу нафиг он видит что она на него посмотрела как я говорил еще в одном другом видео для него же это повышение самооценки но нифига себе как ему все будут завидовать вот это да все скажут это твоя девушка теперь не может быть и он будет аж трястись и вот нужно понимать две вещи когда девушка но первая вещь когда эта девушка охотится за папиками ну вот допустим нашла на папика который может повезти ее на эти пресловутые мальдивы да но ведь он много кого может повезти на мальдивы и соответственно у этих девушек как только они становятся на эту дорогу на вот этот путь коммерции они очень быстро понимают что этого мужика надо чем-то привлечь чем-то удержать чтобы чтобы он не отвернулся чтобы не разонравилась нужно выдержать конкуренцию на фоне других и чем сильнее эта девушка стремится чем вот ну как определить что девушка стремится быть вот найти как можно лучше папика она как можно сильнее будет ухаживать за волосами у нее как можно будет более грациозная изящная стройная осанка вот чем сильнее они напрягаются по этому поводу и чем более вызывающие у них подъемы на туфлях там и каблуки там шпильки длинные вызывающие тем значит вот амбиции круче они нацелены на как можно более крутого папика такая девушка понимает что нужно его ну зацепить чем-то чтобы остался чтобы удержать а чем такая девушка может его зацепить только своим телом только сексом и неизбежно начинается что эти девушки еще на ранней стадии вот этих своих поисков коммерческих они начинают расширять свои функции вы понимаете каких функциях я говорю то есть они начинают ну свое тело там затачивать определенным очень профессиональным способом вот то есть начинают как одна моя знакомая недавно выразилась начинают расширять свои функции не только в переносном смысле но также и в прямом расширять вот и эти девушки они ну получается вот чтобы удержать мужчину они там идут на любые извращения там да ну там задают какие-то там минимальные ограничения какие-то там да чтоб там не синяки не порезы да но и идут на любые извращения там то есть мужчине ни в чем не отказывают они не говорят что это извращение они не делают испуганные глаза просто такой мужик делает с ними все что хочет и тут надо понимать что самую исключительную роль в этом играет разница потенциалов так сказать вот в материальном уровне девушки и этого мужчины то есть если эта девушка только приподнялась над уровнем пту вся такая накрасилась пригламурилась там кто-то ей телефон htc подарил там да и она такая вся сидит там где-то снимается там в каком-то баре там еще ну как бы у ее уровень невысок и если ей попадется крутой какой-то там олигарх там местного значения который может ей машину там подарить крутую иномарку она под него там расстелиться подстелиться там в комочек сожмется там и и раскатается там в лист бумаги там все просто сделает то есть он ею может вообще там обращаться как вещью просто как тряпкой там он ее может там унижать ей все равно такие девушки в себе чувство собственного достоинства знаете это они в себе его сознательно подавляют упорно длительно подавляют еще на ранней стадии когда на этот путь становится то есть у них нет никакого чувства собственного достоинства если кто-то узнает что они там под кого-то подстелились ну господи ну подумаешь невелика беда вот а то что она проходит там какие-то унижения физические где-то там на его там даче крутой за городом это никто не видит ей вообще плевать все нормально отлично жизнь прекрасно потерпела какие-то физические упражнения и все поэтому вот первое важное что нужно знать молодым людям когда вы нацеливаетесь на такую девушку вау она на меня посмотрела вдруг она будет моей начинает дрожать как там осиновый лист вообще на ветру знаете что эта девушка она ну как бы ею пользовались много раз так что если бы вы это увидели но вас бы просто вывернула вас бы стошнило вы бы никогда к ней не прикоснулись то есть вам хочется об этом не думать но мужчины которым за 40 да вот зрелые бывалые они все про этих девочек знают потому что они сами уже заработали денег нормально и много раз ими пользовались а молодые люди строят какие-то иллюзии догадки вторая иллюзия которая вот нужно важно нужно это понимать молодым неопытным людям ну тут по-разному бывает значит когда как я уже объяснил девочки ну вот этой девочке и хочется чего-то для себя там да ну там ну вот прикоснуться до к молодому да там там переспать для себя там для организма вот но поскольку нет разности потенциалов то есть этот молодой человек не может ее озолотить и повести в любую точку мира а это ну так для себя нужно но чтобы не напрягал то она и не как бы во первых она не будет ему принадлежать и ни на что для него не пойдет и тут вот я же говорю варианты какие когда он там с ней там сблизится и возможно даже переспит да то либо она для него ничего особенного в постели не сделает ну так там по вздыхая там там сексом позанимается там с ним там кое-как и он подумает она еще и застенчивая она еще и скромная боже я думал она по рукам вся ходит такая разврат вот ребята здесь важно понимаете важно складывается ложное впечатление я думал что она такая распутная что она ходит по рукам она такая скромненькая она такая зажатенькая мама я женюсь все я влюбился все планка слетела крыша поехала я женюсь это вообще такая девушка она такая классная еще и скромная но это не так просто девушки все те извращения все эти какие-то виды секса там они не нужны изначально да она на все это идет только чтобы заинтересовать мужчину чтобы выиграть конкуренцию чтобы он ей подарки дарил а не другим вот ну для этого молодого человека она ничего не будет делать ну либо же вариант второй он не подумает что она там застенчивая и что это очень круто и типа мама там я женюсь да а он подумает что да нет по любому она ну я как бы думаю что все таки она ну какой-то у нее опыт но слишком она такая без комплексов такая вся ну как бы угадывается что она наверно там разное всякое у нее было а для меня она этого не может не хочет сделать да нет по-любому она такое может надо ее уговорить чего и стесняться она везде там вылизанная везде вымытая везде выбритая там давай как-то я к ней подкачу давай как-то и начнется все равно разочарование потому что эта девушка никогда навстречу не пойдет ну так ну ну если и нужен там этот молодой человек и она ну он там просит от нее там там ну что-то там ну не затейливая ну ладно господи но если он всерьез хочет там как-то с ней поразвлекаться нет 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 ничего не интересует они всегда холодные они всегда бесстрастные какая там любовь то есть простая коммерция а молодой человек он должен быть красивенький смазливенький он должен прибалтывать угощать не напрягать у него должна быть красивая квартира иначе туда неприятно будет зайти у него должна быть обязательно красивая машина иначе перед подругами неудобно будет при всех сесть в эту машину только и всего в остальном просто не напрягай исчезни как бы то есть но пока ты там рядом и там просто ни о чем болтаешь и там не вмешиваешься ладно будь то есть вот молодых людей я хочу предупредить что вы можете попасться на таких девушек вот важно еще кстати есть такой пунктик как их разделить определить у многих девушек сейчас пошла вот эта дебильная волна популярная фотографироваться с огромными букетами роз я вам приоткрою секрет как это происходит у 90 процентов девушек это у кого-то юбилей у какой-нибудь уважаемой зрелой женщины ей дарят например 51 шикарную розу еще и скидываются на этот букет всем коллективом и этот букет и дарят она счастлива и все-все-все девочки которые там есть все из этого коллектива и все другие все говорят а боже дай пожалуйста с ним потом ну по фотографироваться и там целая очередь и толпа девушек по очереди с ними фотографируются это обычные девушки они могут быть красивые и они могут быть похожими на гламурных но отличие в чем когда вы увидите ее фотографию с букетом она вот так вот его обнимает она его показывает в кадр она счастлива вау какой букет ну как типа мне подарили но главное что видно она в искреннем восторге от этого букета и приятно хотя бы подержаться за такое счастье у вот этих же там пригламуренных до которые цену себе не сложат и которые там охотятся там за папиками у них это так букет из 101 розы из эквадорской по 90 сантиметров в длину но он там на фотографии отложен скажем в левую сторону а у нее так томно пафосно типа глазки так типа в другую сторону типа она такая грустная и типа прострацию куда-то в каких-то таких ванильных эмоциях там вот сразу определите то есть то обычные девушки а это вот такого вот склада в общем подытоживая все это хочется сказать молодые люди когда вы видите таких девушек и если они обратили на вас внимание мой вам настоятельный совет я понимаю что с гладкой вылизанной длинноногой красавицей очень хочется очень приятно переспать но чтобы не знать разочарований знаете первое во первых ею очень сильно попользовались так как в самом плохом порно то есть ей пользовались так что ну вам было бы противно и второе она не будет вам никогда принадлежать то есть если вам удалось не переспать вот и там от счастья там попрыгайте полезте на стенку но не ожидайте даже что обязательно второй раз вы еще с ней переспите это так сказать техника безопасности чтобы вы не огорчались а потом когда вы будете очень очень зрелыми людьми вы уже будете пожимать плечами с улыбкой вспоминать о юных год ну годах и пользоваться уже этими девушками как в порядке вещей хотя и ну как бы здоровом красивом обществе вообще не рекомендую там так делать всем массово да то есть пусть это существует как там единичные какие-то случаи я не хочу это пропагандировать но вот так вот будет желаю вам удачи и счастья ребят до новых видео